Друзья, всем привет! Я продолжаю собирать вещи и готовлюсь к переезду в Польшу. И поэтому сегодня я хочу вам рассказать о документах. Какие документы нам могут понадобиться в Польше? Ну, всё, что я буду сегодня говорить и перечислять, документы, они понадобятся в основном только тем людям, которые хотят надолго сесть в Польшу, едут с перспективой жизни дальнейшей в Польшу и хотят переехать, как говорится, с концами. Но также перед тем, как мы начнём, я попрошу вас подписаться, поставить лайк и обязательно делитесь в комментариях своим списком документов. Возможно, я что-то сегодня забуду и вы поможете мне, а также поможете людям, которые смотрят нас и читают комментарии. Давайте помогать друг другу. Ну что ж, первое, что я вам хочу сказать, это наделайте очень много ксерокопий документов. Сделайте ксерокопию своего паспорта заграничного и не одну, а как можно больше. Также карты поляка, если вы едете по карте поляка. Также не забудьте о ксерокопии документа общезнания о карте поляка. Оно тоже может понадобиться. То есть, чем больше ксерокопий вы сделаете дома, тем больше это сэкономит вам деньги и время. Почему время? Потому что вам не надо будет бегать, искать ближайший магазин, где вот ксерокопию, стоять в очередях. И тем более сейчас ситуация с вирусом продолжает быть нестабильна. Возможно, эти магазины вообще будут закрыты, а вам понадобятся срочно эти документы. Поэтому лучше перестраховаться и сделать это всё дома. Также, что вам может понадобиться, это фотографии. Поэтому лучше сделать их заранее дома. Комплект там 6-8 штук фотографий. Вам они точно понадобятся, как на проездной, так на какие-то пропуска может понадобиться. Так, если вы подаете сразу на карту столового побыта. То есть вам тоже уже не надо будет бегать, искать ателье и не надо будет тратить время. Экономия денег и времени. Также, что вам ещё может понадобиться? Это аттестат школьный. Если вы не уверены насчёт работы и у вас нет ещё чётких планов, вы не знаете, чем вы будете ещё заниматься в Польше. Возможно, вам пройдёт такая идея, как поступить в полициальную школу. Для поступления в полициальную школу вам нужен только школьный аттестат. Даже если вы уже закончили высшее учреждение, у вас есть диплом, всё равно в полициальную школу нужен аттестат. Поэтому на всякий случай можете его захватить. Если вы не уверены, может вам захочется сменить профессию. Лучше его сразу взять. Перевод там вроде бы не потребуется. Лучше взять, чем потом ждать, пока вам его перешлют и дойдёт, не дойдёт. Всё-таки почта наша, мягко говоря, не супер. Ну, а если вы точно знаете, что вас ждёт работа и вы будете продвигаться по своему профессиональному пути, тогда, в принципе, школьный аттестат вам и не нужен. А если вы хотите побольше узнать информацию о полициальных школах, что это такое, как туда поступить и какие там есть профессии, сколько учиться, то, пожалуйста, напишите мне в комментариях, просто чтобы я знала, что эта тема интересна, я сниму видео. Если не интересно, то я видео снимать не буду. Также, кроме школьного аттестата, конечно же, если вы закончили высшее учреждение, возьмите обязательно свой диплом. Если вы тоже не уверены, в каком русле вы будете двигаться и искать работу по факту, то можете его даже и не переводить, потому что многие работодатели не требуют перевода диплома, а просто как бы показать, что у вас он номинально есть. Но если вы хотите поступать, например, в магистратуру, или точно знаете, что этот диплом вам нужен будет, то, пожалуйста, можете сделать сразу в Украине перевод присяжный, это будет вам порядком дешевле. Также вы уже будете ехать с готовыми документами, то есть никуда бегать не надо, искать не надо, это очень как бы удобно. Также, конечно же, не забудьте о своих правах автомобильных, возможно, вам тоже они понадобятся, даже если у вас в ближайших планах не будет покупки машины, но права во многих случаях могут даже заменять паспорт ваш, поэтому очень нужная вещь, обязательно возьмите. Также еще один документ, который может нам понадобиться, это наша трудовая книжка. Да, многие могут сейчас подумать, трудовая книжка, зачем, мы же едем в Польшу, никто нам туда записывать никакие данные не будет, и вообще в Польше оно как бы не котируется, но я читала в сети случаи, когда работодатели принимали наши трудовые книжки. Зачем они нам? По законодательству Польши у нас есть 20 рабочих дней отпуска в год, но если ваш стаж больше 10 лет, вам еще добавляется плюс 6 дней, то есть в сумме получается 26 дней отпуска в год. Бывали такие случаи, что работодатели смотрели трудовую книжку, делали там ксерокопию данных, даже без перевода, и добавляли эти плюс 6 дней к отпуску. Есть разные работодатели, конечно, кому-то это может не подойти, кто-то там скажет, что это вообще не документ, но я считаю, что на всякий случай стоит взять, и если вы устроитесь на работу, подойти, спросить в отдел кадров и уточнить информацию стоит. Также, возможно, у вас могут потребовать и перевод этой трудовой книжки, по факту вы можете сделать уже и до моего, но я, например, беру трудовую, буду спрашивать на месте, если нужен будет перевод, буду делать перевод на месте. Если это вообще не подойдет и никому она не понадобится, ну, не понадобится, зато она у меня будет на руках, я в любой момент могу пойти и спросить. Ну что ж, вот такое коротенькое видео у нас получилось, но я думаю, что многим оно может быть полезно, и не забывайте в комментариях делиться своим опытом, а я желаю всем здоровья и увидимся в следующих видео. Спасибо, что смотрели. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok